Добрый день! Меня зовут Татьяна. Я работаю в городской детской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина города Саров. И сегодня я приготовила очередную книжку, в которой мы попробуем найти подсказки для решения некоторых психологических проблем. Речь пойдет о страхе, чувстве, которое присуще в разной степени каждому человеку, а детям в особенности. С одной стороны, в этом чувстве есть немало плюсов, ведь страх делает нас осторожными, останавливает перед опасностью и помогает не подвергать себя неоправданному риску. Это чувство делает нас любознательней. Если ты чего-то боишься, надо просто в этом разобраться и, конечно, смелее и сильнее. Но в то же время страх делает человека беспомощным. Чтобы это понять, достаточно вспомнить, как у нас отнимаются ноги, появляется дрожь в коленках, мы теряем дар речи. Все эти очень сильные реакции организма на что-то пугающее создают немало проблем. А страхов у нас у всех может быть очень много. Давайте попробуем понять, как мне очень страшно превратить в ничуть не страшно. Я хочу показать, как в детской книге найти полезные подсказки, которые действительно помогают решить эту жизненную задачку. книга, которую я сегодня приготовила, так и называется «Ничуть не страшно», а написал ее Андрей Кириллов. На чердаке старого дома обитает семейка страхов, которые каждый вечер выходят на работу. Интересно, почему она выходит на работу по вечерам? Да потому что очень многие люди боятся темноты. Этот страх нам достался от далеких предков, которые жили в пещерах и никогда не могли чувствовать себя в безопасности. Ведь они жили рядом с хищниками, многие из которых охотятся ночью, и они могли легко напасть на человека. Но вернемся к нашим героям. Главная их задача – напугать случайных прохожих, причем сделать это посильнее, поизобретательней и повеселее. Интересно, а зачем это страхам нужно? С ребенком можно порассуждать на эту тему, представляя, что страх – это реальный персонаж. Может быть, мы его чем-то обидели, сделали ему что-то плохое? Нет. А вдруг он просто подает нам знак, что ему скучно и хочется с вами пообщаться? Говорить по-человечески он не умеет? А вы не хотите попробовать поговорить со страхом на его языке? Поиграйте с ребенком в темноте. Вместе пошуршите, поскрепите, подышите громко, ноготочками постучите по столу. Страх-то и не умеет такие звуки издавать, как бы нам его самого не напугать. Читая сказку и играя с ребенком и со страхом, мы уже помогаем ему перестать бояться. Кстати, благодаря художнику страхи в книге получились очень даже симпатичные. А как это интересно, повеселее напугать. Даже маленький ребенок понимает, если весело, то не страшно. Кроме страхов в книге есть еще герои. Однажды поздно вечером два брата, один из которых совсем маленький, вместо того, чтобы спать, играли и случайно разбили вазу с цветами. А букет был приготовлен для подарка маме на день рождения. Что же теперь мальчишкам делать? Нужно собрать новый букет. Кажется, очень несложная задача, но праздник уже завтра, а за окном ночь. А цветы растут на дальнем лугу, и дорога к нему пролегает через реку и темный лес. Даже подумать про такое путешествие страшно. Что же сделают мальчишки? Может, дать им полезный совет, как поступить в такой ситуации? Сможет это сделать ваш ребенок? А потом порассуждайте вместе. А что страшнее, остаться одному в темной комнате или идти вместе с братом? И вот она, первая подсказка. Вместе всегда не так страшно. Значит, если ребенок чего-то боится, у него должен появиться помощник, собеседник, роль которого может исполнять любимая игрушка, домашний питомец или кто-то из близких. Выходя из двора, мальчишки открыли калитку. Раздался страшный скрип. Воображение младшего моментально нарисовало ужасающую картинку. Почему так происходит? Ведь все вокруг тебе знакомо. И днем совсем не пугает. Но в темноте под воздействием нашего воображения обычные знакомые предметы могут менять форму, размеры, цвет, превращаться в пугающие образы. А звуки, шорох, скрип, шелест, эту картинку дополняют. Глаза видят то, чего нет на самом деле. Вы помните выражение? У страха глаза велики. Как с этой проблемой разберутся мальчишки? Старший брат еще раз открыл и закрыл калитку. Ее нужно просто смазать. И сразу становится ничуть не страшно. Ведь причина найдена. Мальчишки уже миновали мост, как вдруг кто-то схватил малыша за рубашку. От страха душа в пятки ушла. И, кажется, ни шагу сделать не сможешь. Но брат, оглянувшись, громко расхохотался. И опять малыш успокоился. И стало не страшно. Больше мальчишки не обращали внимания ни на шум, ни на ухо, ни совы, ни на странные тени по сторонам. Они собрали очень красивый букет и благополучно вернулись домой, чтобы на следующий день поздравить мамочку с днем рождения. Страхи, увидев, что ребята не боятся, решили их не пугать, а наоборот помогать. А теперь подведем итог. Как же мальчишки победили свои страхи? Да просто они были вместе. Старались во всем разобраться. А еще использовали смех как главное средство против страха. Эти подсказки помогают в самых разных жизненных ситуациях.